я вас приветствую я тут досиделась до вечера сначала заказ получила потом что я там делала видосик потом после видосика была еще дома потом решила вечером пойти получить свои лекарства которые мне вчера выписали и заодно узнать про вот эту брейс которую я хочу себя на колено увы увы ничего хорошего и узнал так через пять минут приедет мой автобус эти у нас еще он всего пять часов а уже так довольно темновато через полчаса будет вообще ночь зима зима нас день еще убавляется он будет прибавляться только после 22 июня а люди идут с работы молодежи столько а тут знаете в центре и есть молодежь в основном студенты такие в основном с работы люди идут тут такие старые гани вроде меня не очень жихут есть есть конечно ой такие за эти огромные здания стоят ладно это индийцы индийцы семья рядом со мной стоят приду домой расскажу вообще чё я поперлась в аптеку за посмотреть это на колено себе но вы видели что я приблизительно хочу и расскажу подробно потому что когда я вернулась домой вчера доктор прислал мне такой знаете месседж ну не месседж а эмайл прислал эмайл со ссылкой где бы купить такое себе на колено расскажу дома поподробнее потом а где-то мой автобус эти автобусы ходят по два вместе вот удобно ужас какой-то какой идиот это планирует аж зло берет так люди откатаются интересно вам послушать язык да дети говорят на английском то не все говорят на английском в индии это один из государственных языков так сейчас расскажу о чем я нам пыталась рассказать сидя на автобусной остановке темен уже такая ночь пока мы автобусом доехали вот так солнце падает и все и ночь и темно буду там 10 минут сумерки и потом темно значит вчера да я была у доктора нас там была с ним такая бурная дискуссия вот по поводу вот этого брейса который надо себе там я хотела приблизительно нечто такое на колено значит он мне говорил что тебе это не подходит а я ему говорила почему не подходит если написано при травмах колено очень мы там бурно бурно это беседовали по этому поводу ну ладно не подходит не подходит я на этом остановилась значит решили что может быть надо пойти мне как этому к врачу физиотераписту ну который это узнаете всякие делает массаж то делает с травмами работает там тебе на колено там на ноги на руки на голову там на плечи и так далее с этим с врачом поговорить ну ладно я пришла домой прихожу когда он не присылает и мая и и мали пишет что вот он так сказать пошерстил по интернету и нашел что-то такое подходящее для меня как бы и он написал там хорошие отзывы но я открыла открыла значит не подходит мне сразу но я как человек культурный я написала ой спасибо доктор джейсон я сейчас это дело все посмотрю и проверю первое во первых я хотела конструкцию чтобы это было там колечко сверху колечко снизу а там значит между этими двумя то есть как бы колечко сверху колечко снизу а между этими двумя там но так это очень образно две палочки которые тебя поддерживают такое как я видела на этой женщины из канады а то что он не прислал я тоже такого много видела то что перед этим я просматривала много этих сайтов где это все можно купить там миллион разных конструкций для колена он мне прислал такое знаете которая как чулок вот как бы это вы понимаете да или как рукав такой то есть ты надеваешь она у тебя выше колено и ниже колено получается держится а ну такой у тебя как бы этот обрезанный чулок значит мне такое сразу не подходит мне будет в этом жарко и это раз во вторых она у меня не будет держаться на ноге это точно даже если там сильно его затянуть почему какая конструкция ноги когда я это получила травму мне вообще было 32 по моему года или что-то около этого то у меня и тогда такое ничего не держалась на ноге давали такую сеточку какую-то и это сеточка мне все равно сползал почему сейчас я объясню понимаете есть счастливые люди у которых нога такая вот ну вот как бы до колена идет прямо и после колена в основном идет прямо а уже тут от где попа она так сказать расширяется а так это ножки идут такие да и независимо от того если человек даже будет набирать там вес они у него все равно будут ровненькие ну попа будет больше становиться а есть конструкция ноги такая что от колена нога начинает вот так вот расходиться если ты будешь худой звук толстый какой бы ты не будешь у тебя всегда будет тут больше диаметр а колено у тебя будет меньше диаметр и у тебя все равно будет всегда сползать с большего на меньше это тут даже даже думать нечего вот такой мне не подходит мало того я не знаю где он такое нашел там бешеная цена там тысячи чем-то долларов это стоит я посмотрела и подумала ну я тут видела я что много их посмотрела я видела и за 40 долларов видела и за сто сорок долларов и за двести сорок долларов но знаете кому сколько надо тут столько и просит но не это даже самое и не то ладно вот если бы это было такое мне подходила и она мне там помогло и там страшное дело было в какое ну ладно уже я так сказать бы купила это но как я его могу купить в интернете как это не померять неизвестно кому там какой-то сайт называется я сто лет не знаю а он значит чем это мотивировал что на этом сайте хорошие отзывы то есть люди пишут хорошие отзывы любом сайте из хорошего отно и любом если ты посмотришь возьмешь открой что любом есть хорошие отзывы если слайд честный что там будут и плохие отзывы если слайд не очень честно плохие отзывы убирают ну ладно хорошие отзывы там размер то мне указано какой размер там написано вот чтобы определить свой размер вот нажму сюда нажимаешь открывается другая страница на этой странице написано с огненогу под 30 градусов по 30 ну по 30 до 45 45 30 этап но так где-то должно быть на рисунке нарисовано так это не 30 градусов это уже 130 градусов получается ну ладно ладно это рисунок отмеряй от колена от чашки дича от середины но на середины вверх 17 сантиметров и на этом месте по мере окружность а дальше и дальше ты должен перейти на следующую страницу и там тебе напишут какой-то будет размер там м или там еще какой-то не очень подходит поэтому поэтому я решила посмотрю этаж и в аптеках продается можно и в аптеке посмотреть ну я давай смотреть в этой аптеке которая должна пойти получить лекарства которые вчера мне выписали я вчера уже не заходила в аптеку даже я пошла в супермаркет думаю так и сегодня получу это же поперлась а четыре часа ну прихожу туда там лекарства уже в коробочке мне уже насчитанные все забираю эти свои лекарства и иду смотреть а перед этим я в интернете посмотрела что эта аптека предлагает из вот этих вот на колено ну приблизительно две нашла приблизительно две такие штуки которая одна вот действительно кольцо сверху кольцо снизу на колени ничего нету и второе нашла я бы показала вам ну дело в том что у меня на этом телефоне фотография которым я сейчас снимаю не важно а второе значит кольцо сверху кольцо снизу так не очень такое знаете большое расстояние то есть практически одно колено и там между ними вот это вот какая-то там специальная пена пеноплековая или пена пленовая или пена какая-то там эта ткань специально еще и с дыркой на чашечке цена такая 60 долларов одно и второе по 40 долларов ну значит я это получила лекарство сложила их сумку и стала давай это все рассматривать а я запас собой сантиметр и подумала ну в аптеке как-то она продается должны быть какие-то сантиметры там указаны указаны значит беру на упаковке там указано на 1 указано померяйте об и размер стоит на этой коробке все коробочки одного размера и написано померяйте сейчас скажу где значит одну надо было померять значит 2 посмотрела одну надо было померять ниже ниже колена померяла посмотрела мне не подходит эта коробочка они все одинаковые 2 надо было померять по самому колену померяйте я стою в аптеке но там же там у нас проходы проходы это огромная такая аптека это я стою задираю юбку и меряю там ну там людей практически никто не видит потому что там уже сколько там этих айлов стоит этих полок там ничего этого не видно значит мере померила тоже не подходит размер только один ну может быть если бы она мне как-то сильно захотелось я могла пойти там в аптеке и попросить чтобы мне заказали такого размера если это возможно а это это по моему так я сказал одно 40 долларов одно 60 долларов там их полно разных это только я 22 посмотрела которые вот это там приблизительно а вот это которые как чулок так там их я не знаю там их наверное штук 20 разных для колена там и белое и серое и черное и такое и сякое а я вот это то что я сфотографировала и с чем я пошла в аптеку я почитал аж отзывы в интернете люди пишут хорошие отзывы есть не очень хорошие там кто-то написал так там люди знаете там есть отзывы уже люди годами так что меня удивило люди оказывается это используют годами по 30 лет носят такое а еще меня еще меня удивило очень один отзыв женщина написала что она такое носит после того как и сделали вот эту операцию по реплейсменту до по замене сустава спасибо то есть ты сделал эту операцию тебе вставили эту железяку а тебе все равно надо будет это на колено потому что извините как бы она не совсем хорошо очень шо я на тратте кумы силы спускайтесь а на дно и я подумала ну я не буду ничего доктору писать не уже его напомню только чтобы он не забыл там не этого уборщика организовать или уборщик которая придет поможет убирать но я подожду подожду там месяц если не будет никакого движения я его спрошу что доктор джейсон а вы не забыли там случайно это в общем я поняла что для меня там нету ничего подходящего и поэтому надо вот у действительно наверно если уже станет еще совсем то вот стульчик знаете вот уедешь и стульчик катишь впереди себя такой захотелся я посидел на нем ношу делать товарищи вспоминаю как молодости было какое-то выражение такое на таблетка дожевать будешь боже мой какой-то жизненное выражение я в этом убеждаюсь уже давно ну вы знаете я надеюсь еще не этот стульчик тут не подходит то что мне тут под горочку на горочку это не очень удобно и потом тут таскать его по по ступенечкам хоть и у меня их и мало но мне нужно все равно как-то заносить это дело я все-таки имею надежду что может все-таки меня же переселят с учетом моих как сказать потребностей там где будет ровная улица там где будет рядом автобусная остановка ой ну и так далее вот так вот товарищи страшное дело но это вы можете меня видеть моей естественной красоте любуйтесь еще а то всегда критикуют воду мою прическу ой как обидно знаете вот шу камера врет она и и не блестит так вот как вот на видео а то там приходят эти добрые люди хорошие и начинают охаивать так она блестит не так не блестит при дневном свете вообще как натуральные волосы и цвет цвет совсем не такой цвет такой красивый золотистый а тут он какой-то получается такой карамельно-красноватый так что пока вы еще имеете возможность полюбоваться но уже так волосы отрастают и уже так седина-седина-седина так ну а теперь хочу показать вам я же еще вчера вчера закончила вот это вот смотрите вот этот верхнюю часть стула ну как вы видите я добавила сюда ромашечку нужно знаете сочеталась все таки хорошо подсказали мне зрители не ци я так думаю некоторые хорошо подсказали я так подумала ну во первых я уже и начала вышивать у меня уже было выше то вот эти два бутона и даже листик чуть-чуть и я подумала как мне куда мне ну подумала вот здесь вот так внизу прикреплю знаете же момент напоминает такой кустик земляники или клубники получился в родах в конце концов это будет на стульчике кто-то будет сильно это рассматриваться но я это закончила вчера повыдергивала все эти нитки написала туда а вот этаж этого человека которого я нашла который как бы это делает это я нашла у нас на нашем интернет аукционе я уже говорила там есть услуги там есть фотографии как стулья они это тоже перетягивают там еще как-то и там ты можешь с ним связаться то есть отправить ему email я отправила я отправила и получила от них автоматизированный ответ ну почему я говорю от них потому что это как бы компания получила автоматизированный ответ и там написано что мы свяжемся в течение пяти семи рабочих дней но у нас тут суббота воскресенье понедельник у нас как я уже сказала день рождения короля то есть это не рабочий день и поэтому поэтому как бы я и не жду так сильно быстро ответа я отправила там еще в этом письме было написано что отправьте фотографии ну чтобы люди приблизительно знали о чем речь я же спросила сколько будет стоить если вот вообще там и лаком покрытий а все это перри перетянуть его и если только перетянуть сколько это приблизительно хотя бы будет стоить ну и послала фотографию туда прикрепила стула и так вот в верхней части там где вся она была утыканная гвоздями там я ужас две недели эти гвозди вытягивала да ой вот так вот так что товарищи я думаю может быть единственное что можно было сделать знаете это тоже не поможет сделать что-то вроде бы такого длинного длинного бинта если хочется и у меня есть один этот эластичный меня есть но мне мало он сползает стоит 17 долларов но можно докупить 2 я беда купила 2 шилобик но я думаю а будет ли она держаться или она все равно будет сползать конструкция ноги такая и поэтому а нужно заматывать но если еще как-то одно колено нужно там а там надо заматывать и сверху и снизу в интернете вы смотрят технологию как бинтом заматывать колено очень интересное теперь знаю наверное это так повязка накладывается на колено если там может даже ранение какое-то может быть там или там и там ногу сбил или что-то такое ой очень товарищи веселюсь как могу со страшным силой ой сейчас что-либо тебе какой-нибудь салатик заварганью на ужин что так хочется салатика порезать чем-нибудь я и подумала надо было авокадо вчера купить чтобы делать салатик с киви с авокадо и с огурцом огурца я тоже не купила авокадо тоже не купила 1 киви поэтому сделаю салата с обыкновенного или маринованный огурец съем конечном итоге вот так вот так ну ладно меня уже вечер пока посмотрели за продукты потом чуть попозже пойдет это видео мы увидимся с вами все он доброго и дорогие зрители не забывайте подписываться и ставить лайки или дизлайки ставьте что хочется а не хочется так и ничего не ставьте и не подписывайтесь смотрите просто так тоже хорошо кнопочка уже есть теперь гнаться за количеством подписчиков сегодня кстати интересно было утром я включила значит смотрю подписчиков семнадцать тысяч девятьсот девяносто девять я думаю но даже в один человек еще подписался какой-то и будет восемнадцать тысяч а потом прошло какое-то время я выставила видео захожу же опять свою студию смотрю восемнадцать тысяч ноль ноль один так что сегодня я перешла рубеж восемь на сто сто восемнадцать тысяч ну так постепенно будем двигаться двигаться не пройдет и лет десять или двадцать как мы дойдем до миллиона пока увидимся